Открой рот! Отборочный тур чемпионата по чтению вслух под таким названием прошел в Наринмаре. По правилам соревнований участники, так называемые «читчики» в течение одной минуты должны грамотно и артистично прочесть заранее выбранные организаторами отрывки из книг, которые они видят впервые. Это может быть как классика, так и современная литература разных жанров, или даже инструкция к стиральной машине. Чемпионат по чтению вслух в Наринмаре состоял из четырех раундов. В первом каждый из 25 участников декламировал незнакомый для себя отрывок из произведения русской литературы. Вот ведущий, он же создатель чемпионата, дает старт читчику и засекает ровно одну минуту. Да, сказал Козлов, притряхивая ногой. Она очень испугалась. Еще бы! Но сообразила, что бежать ни в коем случае нельзя. Это все же она сообразила. Но тут хулиганы подошли ближе и начали в ухо громко свистеть. Они думали оглушить ее свистом. Но из этого ничего не вышло, так как она как раз на это ухо была глуха. Тогда один из хулиганов шваркнул ее палкой по ноге, но из этого тоже ничего не вышло. Потому что как раз эта нога была у нее еще пять лет назад тому ампутирована и заменена протезом. Хулиганы даже остановились от удивления. Удивлялись, хихикали и даже хохотали. Эмоции участников и болельщиков зашкаливали. Мастерство чтецов по шестибальной системе оценивало авторитетное жюри. Председатель жюри Сергей Никулин, сам режиссер и диктор, похвалил участников за то, что решились выйти на сцену. По его словам, решиться прочесть вслух новый для себя текст – это подвиг. Поэтому вы очень большие молодцы. Дело в том, что когда даже в студии садишься писать текст, и если только тебе его принесли, это всегда очень сложно. И до этого нарабатываешь. И если даже, здесь даже бывает, профессионализм мешает, потому что ты стараешься произнести его хорошо, качественно, донести. И тут начинаешь в уме сразу же парить. Не буду вам дальше подсказывать. Чтение вслух – давняя традиция. Соревнование по красивому чтению придумал новосибирец с литературной фамилией Михаил Фаустов в январе 2011 года после открытия книжной лавки «Собачье сердце», чтобы привлечь внимание читателей. Позже к чемпионату присоединились и другие города. Так он стал всероссийским. А столица Ненецкого округа стала 103-м городом только за 2016 год. Цель очень простая, чтобы хорошие люди собирались вместе, как можно чаще читали друг другу хорошие книжки. Это вот самая главная цель. В этом году проект получил поддержку посольства Великобритании в России. По причине совместного года литературы Великобритании и России шесть финалистов читали сонеты Шекспира. Книгу с сонетами британского классика, на которой оставляют подписи победителя отборочных туров, Михаил привез с собой. «Сборник сонетов Шекспира, в переводе Александра Финкеля, который ездит по стороне, он весь уже истрепался, потому что 5 из 100 городов он проехал. И, в общем-то, там как раз на Форзесе расписываются победители каждого города, она вся уже исписанная. Сегодня, я так думаю, что шесть человек доберутся до Шекспира. Но до Шекспира добраться – это отдельное удовольствие». Победителем отборочного тура в Наринмаре стала наша коллега Надежда Литкова. Она получила книжный приз, а также возможность принять участие в финале конференции «Север» в Архангельске. И в случае успеха будет представлять Наринмар в финале России в Москве. Татьяна Поздеева, Надежда Литкова, Вадим Носкин, Телеканал «Север».